Нина Грина Нина Грина училась два года на Бестужевских курсах и работала в газете «Петроградское эхо». Эта хорошенькая молодая женщина успела побывать замужем, но замужество было недолгим. Муж ее, студент-юрист, погиб на Первой мировой. Александру Грину на момент их знакомства было уже 38. Жизнь его не баловала. Где только он не побывал и кем только не работал. Матросом, рыбаком, землекопом, артистом бродячего цирка, железнодорожным рабочим, мыл золото на Урале и даже был просто бродягой. В 22 года из-за крайней нужды добровольно поступил на службу в армию, чтобы хотя бы быть сытым, но из-за трудностей в солдатской службе Грин дважды бежал из батальона. Во время службы в армию он сблизился с СССРами и занялся революционной деятельностью, а точнее пропагандой. По разным причинам четыре раза был арестован и сидел в тюрьме, был сослан, совершил побег из ссылки. В 1906-м начал печататься и стал писателем. Нину он не покорил ни с первого, ни со второго взгляда. Грин показался ей похожим на католического пастора. Длинный, худой, в узком, черном, с поднятым воротником пальто, в высокой черной меховой шапке, с очень бледным, тоже узким лицом и узким, извилистым носом. Писатель выглядел намного старше своих лет и показался девушке стариком. Хотя внешне он ей и не понравился, девушка ему озорно улыбнулась. Чем понравилось Грину. Их общие знакомые заботливо предупреждали ее. Нина, Грин к вам неравнодушен, берегитесь его. Он опасный человек, был на каторге за убийство своей жены. И вообще, прошлое его очень темно. И в самом деле, в 1906-м он, как человек вспыльчивый, в припадке бешенства, при ссоре, выстрелил в грудь своей возлюбленной. И товарищ по партии Екатерине Бибергаль, по прозвищу Киска. Киска выжила, но давать показания на него отказалась. С Ниной отношения сложились не сразу. Вскоре после их знакомства она тяжело заболела и уехала к родственникам под Москву поправлять здоровье. Перед отъездом Грин подарил ей свои стихи. «То вас раз увидел, тому не забыть, как надо любить. И вы, дорогая, являетесь мне, как солнечный зайчик на темной стене. Угасли надежды, я вечно один, но все-таки ваш, Паладин». Тогда и Грин, и его стихи ей не пришлись по душе. Из воспоминаний Нины Грин. «Необходимо было каждому из нас отмучиться отдельно, чтобы острее почувствовать одиночество и усталость. А встретились случайно снова, и души запели в унисон». Через три года они случайно столкнулись на Невском. Она работала медсестрой в тифозном бараке села Рыбацкого, а жила в Лигове, и через Питер ездила на работу. Грин предложил ей заходить иногда к нему в Дом искусств, где было тепло и сухо. Вел он себя очень деликатно и совсем не пил. А однажды, когда они были на концерте в Доме искусств, и ей было поздно возвращаться в пригород, предложил переночевать у него в комнате, а сам куда-то ушел. Когда она пришла к нему в третий раз, поцеловал в щеку и, ни слова не говоря, убежал. Накануне 8 марта 1921 года Грин предложил ей стать его женой. День Нина взяла на размышления. Рассудив, что про Грина не было противно думать, она согласилась. При условии, что в любой момент может уйти. Они поженились. С ее слов. Он не однажды вспоминал ту минуту, когда мы с ним впервые остались вдвоем. И я, лежа рядом, стала обертывать и закрывать его одеялом с той стороны, которая была не рядом со мной. Я, говорил Александр Степанович, вдруг почувствовал, что благодарная нежность заполнила все мое существо. Я закрыл глаза, чтобы сдержать неожиданно подступавшие слезы, и подумал, бог мой, дай мне силы сберечь ее. Так началась их общая жизнь, длиной всего в 11 лет. Через два месяца после заключения брака Грин написал ей, я счастлив, Ниночка, как только можно быть счастливым на земле. «Милая моя, ты так скоро успела развести в моем сердце свой хорошенький садик с синими, голубыми и лиловыми цветочками. Люблю тебя больше жизни». Она ему в ответ написала, «Тебя благодарю, мой родной, мой хороший». Нет, не скажешь словом «благодарю» всего, что не может вместиться в душе за твою ласку, нежную заботу и любовь, которые согрели меня и дали мне большое ясное счастье». Вот так пришла любовь в их семейную жизнь. Поселились они в их первой съемной квартире крайне неудачно. Это была полутемная гостиная, где был большой рояль в углу, бодуарный красный атласный диванчик, дешевый зеркальный трильяж, но не было ни кровати, ни дивана, на котором можно было бы спать. Из вещей привезли с собой они всего ничего. Связка рукописей, портрет Веры Павловны, первой жены Грина, немного белья и одежды. Кстати, с Верой Павловной Калицкой Грины дружили всю свою жизнь. Так и переезжали они с места на место с ее портретом. Молодожены спали на полу, но на битых сеном матрасах. И белья было действительно так мало, что однажды хозяйка квартиры стала выговаривать матери Нины, куда та смотрела, отдавая дочь за нищего. Ведь у них даже настоящих постелей и просто нет, спят как собаки на полу. Это позор! Но в любом случае Грин для своей любимой Нины был очень заботливым мужем и с самого начала поставил условия, чтобы его жена ушла со службы и больше нигде не работала. Жена писателя – это уже профессия. Как и все, они жили впроголодь, а зимой еще и в холодной комнате. Трава для обогрева приходилось воровать, если повезет. И все-таки Нина вспоминала. На Пантелеймоновской мы прожили до февраля 22-го года. Жилось по тогдашним временам материально скудновато, но, бог мой, как бесконечно и хорошо душевно. В ту зиму Грин еще не пил, наши души слились неразрывно и нежно. Я младшая и не очень опытная в жизни, не умеющая въедаться в нее, в ее бытовую сущность, чувствовала себя как жена Александра Степановича, его дитя и иногда его мать. Муж ей говорил – ты забота моя, котафейнка мой, который ходит сам по себе, а всем хорошо. Писатель Грин не вписывался в советскую жизнь ни с какой стороны. «Принимайте меня таким, каков я есть. Иным я быть не могу. Есть много талантливых людей, с радостью пишущих о современности. У них и ищите того, что просите у меня». Политика его совсем не интересовала. Он только хотел, чтобы ему не мешали жить и писать. В 21-м Грин завершил свое самое знаменитое, трогательно-поэтическое произведение – «Феерию алой паруса» и посвятил своей жене Нине. Сначала Грина почти не печатали, но с началом НЭПа появились частные издательства, и в 23-м ему удалось опубликовать новый сборник рассказов – роман «Блистающий мир» и «Феерию алой паруса». На гонорары писатель первым делом закатил пир на весь мир в буквальном смысле слова – в ресторане. Съездил с Ниной в свой любимый Крым и купил четырехкомнатную квартиру в Петербурге. Что произошло потом, Нина Грина писала в мемуарах так. «Мы жили покойно и сыто, но Александр Степанович начал втягиваться в богемную компанию. Чем больше было денег, тем круче с купеческим размахом пил Грин. Все чаще и чаще он приходил домой навеселе. Потом, совсем пьяный, наутро просил прощения, целовал руки и говорил, что это в последний раз. Удивительно, но, как писала жена, его пьянство не разрушило этих наших чувств, а, может быть, еще углубило и расширило их, так как, кроме опоры и защитника, я еще увидела в нем существо, требующее заботы и опеки, и на это обернулись мои неудовлетворенные материнские инстинкты. А он, быть может, иногда страдая от этой опеки, в минуты, когда его тянуло к безудержному пьянству, был сердцем благодарен за нее и с удестеренной нежностью и любовью относился ко мне после своих провалов. Надо было срочно что-то делать, и Нина решила увезти мужа подальше от плохой компании. Чтобы уговорить его, она пустилась на хитрость, стала жаловаться на боли в сердце. Один знакомый врач, знавший от нее историю про пьянство мужа, объявил Грину, что пациентке необходимо уехать из Петрограда. Ехать они решили на юг. Муж дал ей слово, что пить там на юге он не будет. Так супруги и переехали. Из мемуаров Нины. Пошел Александр Степанович к Волошину. Вернулся от него обескураженный. Встретил меня, рассказывает, какой-то нелепый дядька. Ламака, этакий рыжий кудрый толстомясый, с хитрыми купеческими глазами. На мой вопрос о стоимости продуктов с презрительной миной ответил, что не знает. Он детям не интересуется. Поэт, видишь, так ему не до молока. Ну а Феодосий запугивает. Там, мол, до сих пор людей режут, котлеты делают. Не советую туда. Посмотрел я на его мясо и подумал. Тебя такого жирного не слопали. Так уж нас, худых и аппетита, не возникнет. Переедем в Феодосию. Осенью 24-го семья писателя, к которой присоединилась и мать Нины, поселилась в Феодосии в четырехкомнатной квартире на улице Галерейной, где теперь находится известный всем музей Александра Грина. В этой квартире мы прожили четыре хороших, ласковых года, вспоминала позднее Нина. Жизнь женщин строилась вокруг писателя. Когда он работает, тишина. Женщины ходят на цыпочках, каблуками не щелкают, посудой не гремят, всех знакомых отваживают. Нина так и писала в своих мемуарах свою жизнь на этом этапе. «Проснувшись рано, я первым делом иду в комнату Александра Степановича. Вчера он работал допоздна. По полу и по столу раскиданы окурки, пепел, воздух кисло застоявшийся. Распахиваю окно, собираю окурки и пепел, мою пол и, вымыв, снова разбрасываю окурки по полу, но в меньшем количестве, чем прежде. Александр Степанович не разрешает, чтобы его комната убиралась, чтобы в ней мылся пол. Не потому, что он неопрятен, но он жалеет меня. Ему кажется, что мыть пол – труд для меня, не посильный. А для меня это не труд, а радость. Зато, когда Александр Степанович придет в комнату, пол будет сух, воздух чист, в окно веет запахом моря. Нина мужа просила об одном – не пить. «Саша, голубчик, послушай меня, не прикасайся больше к вину ни в каком количестве. У нас есть все, чтобы жить мирно и ласково». Он старался, но иногда приходилось худо. Гринс норовился раздражительно, угрюм, больше курил, меньше ел. Терпеть дальше было не в моготу. И тогда теща с видом заговорщика, но при этом с согласия жены, подносила ему бутылку, прося ничего не говорить Ниночке. Он веселел, весь день ходил в приподнятом настроении. Ночью, когда ничего не подозревающая жена ложилась спать, выпивал, а утром теща давала ему на кухню опохмелиться и наливала крепкого чая. Случалось это примерно раз в месяц-полтора. Так и жили. Но в 1927 году писателю частное издательство «Мысль» сделало предложение, от которого дух захватывало. Собрание сочинений в 15 томах, в твердом переплете, на отличной бумаге, тиражи, гонорары, аванс. Получив первые деньги, Грины поехали сначала в Ялту, а после в Москву, Ленинград и Кисловодск, не отказывая себе ни в чем. Жили в дорогом пансионе. Купались в деньгах. Александр Степанович купил Нине золотые часы. Они даже стали присматривать себе в Феодосии в виллу. Надежды на благополучную жизнь с новой силой воскресли в них. Но, к сожалению, это были их последние счастливые дни. Дело кончилось тем, что были изданы только 8 томов из 15 на плохой бумаге и в мягкой обложке. Дальше застопорилось. Ни новых томов, ни новых денег, а права проданы. Грин решил судиться с издателем. Впереди были большие траты на дорогу и судебные издержки. А еще опять победил Бахус. Бог вина. Условия договора, заключенного после переезда в Феодосию между супругами, относительно предмета его несчастной страсти, были такими. Грин не пьет в Феодосии, но имеет право выпивать, когда едет по литературным делам в Москву или Ленинград. Этим правом он и пользовался. Да так, что бедный Нине, чтобы хоть как-то ограничивать его пьянство, приходилось сопровождать его в этих поездках из ее мемуаров. Всегда ожидаю его. Если он не приходит в обещанный час, волнуюсь, не пьяный ли вернется? Мне неприятен пьяный Александр Степанович. Есть пьяный приятный. Грин не принадлежит к их числу. Я всегда страдала от пьяного облика Александра Степановича. Это был не мой родной, любимый. Этот был мне жалок, иногда трагический жалок. И тогда неприязнь исчезала. И я видела бедную, горящую душу человека. Становилось до отчаяния страшно. И хотелось как крыльями накрыть его любовью. Она призналась как-то Вере Павловне Калицкой. Я не могу уйти, потому что если я уйду, то он умрет под забором. В итоге этой затяжной тяжбы с издательством Грину удалось выиграть дело и отсудить 7 тысяч рублей. Еще несколько месяцев назад это была немалая сумма. Но теперь почти все съела инфляция. Поздней осенью 30-го, расплатившись с долгами, они оставили Феодосию и переехали в Старый Крым. Где не было моря, но было много зелени и садов. И жизнь была намного дешевле. Публикация книг Грина практически остановилась. «Вы не хотите откликаться эпохи? И в нашем лице эпоха вам стит!» Грин пытался хоть как-то приспособиться ко времени и стал работать над автобиографической повестью. Сдираю из себя последнюю рубашку. Эту книгу Александр Степанович не дописал, не хватило сил. Пятидесятилетний писатель перестал быть в своей семье добытчиком. Жили на то, что удавалось обменять на черном рынке двум женщинам. И это его сильно угнетало. Все, что можно было продать, они продали. Оставались только золотые часы, которые подарил Александр жене в 27-м. Но на них найти покупателя ни в Феодосии, ни в Старом Крыму было невозможно. Слишком дорогой оказалась вещица. Надо было снова ехать выбивать деньги, заключать договоры, брать авансы. С трудом наскребли на дорогу ему одному. И летом 31-го Грин поехал в Москву. В последний раз. Пил он там по-страшному. Пил так, что падал пьяный у забора дома красной профессуры. Похоже, тогда он и заболел страшной болезнью. Рак желудка. Жена писала ему в Москву. Хочется уже, чтобы ты, голубчик, скорее приехал. И мы бы зажили очень-очень тихо и покойно. Я очень рада, что у меня нет детей. Они жили в крайней бедности. Нужда стала пыткой, писал Грин к управляющему делами Союза писателей Григоровичу. А Нина послала в Москву телеграмму, где говорилось о том, что Грин умирает от истощения. На этот раз Союз писателей послал телеграфам 250 рублей на имя вдовы писателя Грина Надежды Грин, когда он был еще жив. Как-то раз он признался ей. Это расплата. Алкоголизм требует к ответу. Жаль мне тебя. Беззащитен ты, мой малыш, а книги мои не ко времени. Трудно тебе будет. Я внутренне готов к тому, чему быть предстоит. Он умер 8 июля 32-го. Про это Нина написала Вере Павловне. 8 июля в 6 часов 30 минут вечера умер Саша. Милая Вера Павловна. Огонь не длилась сутки. Умер очень тихо. Отошел. Я все время держала его за руку и гладила по голове, чтобы ему было легче. В гробу лежало с блаженно тихим спящим лицом. Все удивлялись. Никто из писателей не пришел с ним попрощаться. После смерти мужа она с матерью осталась жить в том самом домике с земляным полом, в котором он умер. В 34-м Нина, поддавшись уговорам матери, вышла замуж за врача Петра Ивановича Нания, лечившего ее мужа в последний год его жизни. Однако счастья третий брак ей не принес. Ольга Новикова, дружившая с Александром и Ниной Грин, рассказала. В 36-м я приехала в Старый Крым. Нина Николаевна мне очень обрадовалась, но сама она стала какой-то другой, погасшей. Не было прежней Фрези Грант, которую мы так любили. Сама она это хорошо понимала. Я очень переменилась, грустно сказала она, когда мы с ней пошли на кладбище. И я знаю это. Того, что было с Александром Степановичем, не повторится. Тогда я не ходила, а летала, помните? И как бы ни была трудна мне жизнь с ним, она была прекрасна. Ненавижу себя такую, как сейчас. Стараюсь жить этой чужой мне жизнью, а не получается. Словно это и не я. В 41-м с третьим мужем она разошлась. Между тем Нина получала за издание книг Грины деньги, на которые построила для себя отличный жилой дом. А домик, где умер Александр Степанович, превратила в частный музей, надеясь, что со временем он получит государственный статус. В 40-м пришло письмо из наркомпроса, в котором сообщалось о том, что открытие музея запланировано на 42-й год, к десятилетию со дня смерти писателя. Но вмешалась война. Осенью 41-го весь Крымский полуостров, кроме Севастополя, был оккупирован. Из-за нищеты, страха за психически больную мать, Нина пошла работать в типографию. Сначала просто корректором, потом ее назначили редактором. От этой должности она хотела отказаться, но ее отказы немцы не приняли. Или становись редактором, или уходи. Боясь потерять место, боясь голодной смерти, боясь уничтожения психически больной матери, я согласилась. Писала она позднее в письме генеральному прокурору Союза СССР. Во время войны она не только не сотрудничала с карательными органами и никого не выдавала, но спасла от расстрела 13 человек, подозреваемых немцами в связях с партизанами. В 44-м, при освобождении Крыма нашими войсками, испугавшись слухов, что расстреливают всех, кто работал на немцев, она бежала в Одессу. Там беженцев сняли с парохода, посадили в товарные вагоны и отправили в Германию, в рабочий лагерь. При освобождении Нина оказалась в американской зоне, возле Любика. Осенью 45-го она добровольно вернулась в Россию и была арестована. Нина вернулась, чтобы сохранить для нас память о великом романтике Александре Грине. Ее признали виновной в сотрудничестве с немецкими карательными органами и измене Родины и присудили к 10 годам лишения свободы с поражением в правах на 5 лет и конфискацией имущества. Жена писателя отбывала наказание сначала на севере, в Печоре, потом в Астрахани. Вечерами Нина писала воспоминания, и они согревали ее, когда она вспоминала его и себя, молодую, наивную, совсем не предполагавшую, что случится на ее веку. Самым верным ей другом оказалась первая жена Грина, Вера Павловна. Которая присылала ей из своей пенсии деньги, посылки с продуктами, рабочие тетради, помогала материалами о Грине и собственноручно переписывала рассказы, которые были нужны Нине Николаевне для мемуаров. В 51-м Вера Павловна умерла. Более близкого человека у Нины Николаевны не было никогда. Свои мемуары ей удалось переправить своему родному брату Константину Миронову. Это был один из тех многих людей, кого посадили в 37-м, и тех немногих, кого выпустили в 39-м. Константину сжег их, опасаясь повторного ареста. Когда из письма брата Нина узнала про это, она стала писать мемуары снова. И если бы ее мемуары были опять сожжены, порваны на клочки, писала бы и писала до самого смертного часа. Потому что другой цели и другого оправдания жизни у нее не было. Много было надежд на амнистию, но отбыла в заключении Нины Николаевны почти весь срок, 10 лет, и на свободу вышла только в 55-м. Ей было 60-м. Когда в 56-м в Госледиздате впервые за много лет вышла избранная Грина, тираж был распродан моментально. Нина получила за избранное 100 тысяч рублей и с этими деньгами вернулась в Старый Крым, на могилу мужа и к домику, в котором он умирал. Могила Грина находилась в состоянии ужасного. Доска была разбита, ограды не было. Дом, который выстроила Нина Николаевна в 30-е, принадлежал первому секретарю Старокрымского райкома партии Иванову. А домик, где умер Грин, использовался в качестве сарая. Этот домик Нине Николаевне вернули лишь в 60-м, в результате победы Союза писателей над Крымским обкомом партии. После возвращения дома Грина Нина Николаевна прожила еще 10 лет. За эти годы этот домик превратился в место массового паломничества. Студенты, рабочие, интеллигенты, моряки, пионеры, которые взяли моду украшать ограду на могиле Грина алыми галстуками. Был даже один архиепископ. Она всех принимала, проводила экскурсии, не получает государства ни гроша. А тиражи книг ее мужа давно перевалились за несколько миллионов. Все доходы шли в государственную казну. У нее пенсия 21 рубль. И не на что починить крышу. Нина Николаевна Грин умерла в 70-м, в Киеве. И, согласно своему завещанию, должна была быть похоронена рядом с Александром Грином и своей матерью. Гроб перевезли в Старый Крым. Но похоронить ее рядом с Грином власти запретили. Из воспоминаний подруги Нины Юлии Первовой. Могила на кладбище была вырыта метров 50 от ограда Грина. Опустили на веревках гроб. Все проходило в полном молчании. Мы стояли в стороне. Туристы были рядом с нами. Оплеванные, обесчищенные смотрели мы на это кощунство. У всех была одна мысль – перехоронить. В день рождения Нины Николаевны глухой ночью 23 октября 71-го пятеро мужчин с саперными лопатами и женщина, стоявшая на стреме, раскопали могилу, достали гроб и перенесли его за ограду, к Грину, где соорудили нишу и заложили ее камнями. Никто ни о чем не узнал. Однако год спустя в КГБ попал дневник одного из участников этой операции. Их вызвали, пожурили, пригрозили, но тем все и кончилось. Официально в средствах массовой информации о том, что Нина Николаевна Грин похоронена в одной ограде с мужем, стало известно только в 90-м. Еще 7 лет спустя она была реабилитирована прокуратурой Автономной Республики Крым. Музей Грины в Феодосии открыли в 70-м. Год спустя открылся и музей в Старом Крыму. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.